что это научный спор который должен кончаться мордобоем так друзья участников 27 люди господи просто раз вас не было я сразу загустил в этом курсе сколько лет идет война но она война такая вы там пожалуйста ругайте нас а мы будем деньги зарабатывать поэтому друзья напомню еще одна вещь много бесполезных глупок смертельных для деревьев советы были выданы телеканалом а так как они при этом пытались чего-то посадить то я прошу вас кто в районе в днх найдите это место покажите нам эти деревья которые были посажены вот это было страшно это были коллеги садили не знаю ничего нигде корневая шейка с изуродованной кроны вот посадка в эти ямы дебильные а потом еще издеваться над ними ну ладно давайте смотреть а почему я вспомнил реплика главного редактора журнала объяснил садоводья потому что все это было на его глазах и мои статьи и мои фильмы и моя московская моя московская это серенада или как ее московская лекция лекции семинары московские и он участник этих семинаров и ничего не меняется все становится хуже вы знаете мне пришлось сказать так миллион всех садит это я вообще рассуждение покупал деревья кто-то один раз сад посадил 10-20 замерзли или даже не проснулись второй раз посадил третий я уверен что из каждого миллиона 900 тысяч забросило только потому что а ничего не вырастет вот такие дела поехали антон колесников привет а теперь мы с тобой уже хорошо знакомы брат юрий привет бухтияра опять на месте наталья доброго времени вот казани то что у меня случилось годом раньше немысливая жарища сухотища с ранней весны до поздней осени хочу потом не мог дождаться снега и при этом я получил ну ладно страдали все урожай яблок был груш был слив был вот все скажу венгерах это все остальное было вот но просто по сине давали заложили много цветочек накануне дали урожай абрикосы дались такой урожай который немыслим даже представить при этом еще и просто дали как обычно по полметра по метру по полтора фотографии мы и это при дичайшей засухе и вот тогда я вспомнил что угрожай корень вот и никаких клонов нам даром не надо по двое клонов у яблок черзневой корень если не эти вот эти дурь дурь унимается и не делать эти палку втыкаешь обрастает кольнями небольшими вот такие какие тут супер рожай вот угрожай абрикосов черзневой корень и что еще надо никакая засуха ничего смыла влежит до до воды 10 метров засуха немыслимая была осад цел и при этой засухе какие могут быть грибы какая сырости нет это исключено а абрикосы боятся сырости груши боятся сырости и груши и абрикосы чихать хотели по засуху если при этом нормально выросли сад дальше вадим добрый вечер винограда здравия ты уже сам должен лекции читать с такой уровень один из первых учеников асинка страна привет николай здоровья удачи здравствуйте лобасов добрый вечер так что-то спрашивает подключился может уже говорили на вопрос следующий как у вас в этом году сажаем абрикоса какой объем планируете собрать никакого объема очень слабый урожай на манчжурцах еще так более-менее вот на культурных чуть ли не единицы я этого ждал после прошлого не урожая иначе быть не могло причем особый случай я очень знаете что немножко наблюдательный а может им очень наблюдательный и так бывали несколько вариантов когда вот уже ну раз три года уже точно не урожая когда-то реже было раскачивается климат и вот я смотрю бывало так еще снег лежит а на снегу много-много-много мелкие там тысячи миллионы этих уже упали цветочные почки плодовые ростовые ничем не делается деревья не кимнут абрикосы растут как росли а урожая уже вижу не будет еще по снегу они уже посыпались ну тут вот это да вот это значит был мороз а потом вот теперь а потом бах и возвращается в снег и уже на снегу а че толку в снег вернулся уже поздно ничего не спасешь вот у меня есть фотографии когда снег прекрасно накрывает ветки является дополнительным утеплителем но это не каждый год ладно это такой случай бывает а это случай особый до самого цветения почки были целы я подсказал дерево видели мои фирмы щупал их они не отваливаются уже апрель они не отваливаются они живы и вот эти живые почки подчеркиваю не мёртвые не мёрзлые а живые почки не распустились и тогда я сказал себе против природы не попрешь вот значит урожайчик который будет я весь спасу на косточки но косточек хватит ну наверное ну не всем это точно может быть дай бог до нового года вот обычно весеннее обострение тогда хорошо берут но на весеннее обострение вы будете покупать у меня прошло сегодня прошло 22 года у меня все по-честному видите какие у меня глаза честные видите вот 22 года будете пить за полную стоимость потому что такой случай был лет шесть-восемь назад полный не урожай а полный век полно было я второй год продавал не скрывая вот и потом вы знаете и нашлось несколько человек а мне это было до того любопытно которые заказывая косточки у меня а и летом все заказывают то сейчас пока со скидкой говорили а мне годом раньше которые то есть эти люди уже получали урожай и уже убедились что схожесть великолепно у кости которые у меня лежат лишний год погребе вот это вот этот момент уловите вот как мог ответил то есть закончится свежая буду продавать эти можно было бы свежие со скидкой то есть без скидки отец со скидкой но мне извините сильно много этих слов у меня когда говорят сколько у вас приемных внуков я их так называю я говорю не знаю сочетать не могу поэтому я особо с вами церемониться не буду то есть вы не зря задали вопрос кто сейчас не купит косточки 22 года по 15 рублей осенью купит свежие ну по 25 или по 30 давайте сейчас лучше давайте сейчас лучше так и